на ремонте вот такой холодильник zanussi высотой метр семьдесят проблема в терморегуляторе как это выявляется в данной ситуации в данном холодильнике не отключается он все время включен намораживает до такой степени что даже начинает замерзать трубка входящая в компрессор и не выключается но может быть наоборот не включается нужно проверять работает ли терморегулятор здесь ну точно не работает и его будем менять как это делать сейчас все увидите и так вот такой холодильник zrb-34 для того чтобы поменять терморегулятор отковыриваем плотно отковыривается но отковыривается вот этот бегунок нужно открутить эту гайку и нужно открутить винт крепления стекла если он тут прикручен в данном случае не прикручен снять нужную лампочку для того чтобы потом разбирать и откручиваем вот здесь винт под вот этим колпачком колпачок откручиваем и откручиваем винт и тогда снимаем эту крышку открутил этот винт гайку здесь на терморегулятор все теперь можем открутить что нужно нужно отсоединить для того чтобы снять этот язычок нужно отсоединить вот здесь есть фиксатор соединяется снять вот эту крышку она на фиксаторах снимается ну и все тогда механизм полностью разбирается ну все я тут фиксатор отсоединил здесь на защелках стоит эта крышка и она уже отсоединилась и теперь можем просто вынимать весь механизм остается значит ну вот этот механизм он здесь просто вставляется на разъеме этот механизм отдельно терморегулятор отдельно но эта крышечка один для того чтобы вытащить просто берем тянем вытаскиваем это капиллярная трубка она туда идет там есть направляющая мы ее свободно можем вытащить если будем ставить новый терморегулятор или отремонтированный этот потом на место вставим вытаскиваю вот оказался это терморегулятор 25t65 с метром капиллярной трубки и он постоянно включенный я даже пробовал регулировать здесь есть регулировочные два винта пробовал что-то видно вам или нет но вот здесь тут один и второй регулировочные винты пробовал их регулировать становится немножко лучше но то не включается то не отключается под замену есть небольшая проблема с заменой точно такого оригинального нет есть заменитель его к 59 но у них немножко другое расположение вот этих контактов для того чтобы соединить сюда фишку собственно это не такая большая проблема можно проводами раскинуть но лучше если просто фишку что можно сделать я уже придумал смотрите дальше видео и так что делать если стоит задача замены термостата холодильника 25t65 в наличии такого уже нет найти невозможно нужно поменять например на к 59 и собственно они взаимозаменяемые но если тут просто подключаются проводами проблем нет нужно подсоединить к такой плате они подсоединяются потому что ну другая конфигурация расположение контакта что делать смотрите сейчас все покажу ну прежде всего смотрим что здесь два развернутых контакта а а тут видите один развернутый два прямых этот просто выворачиваем таким образом ну просто берем плоскогубцами и разворачиваем конструкция позволяет его развернуть таким образом и все теперь у нас вот так другая ситуация что вот этот контакт в 25t65 используется вот это а мы будем использовать этот ну не сможем его подсоединить сюда здесь он на одной линии а тут он совсем другом месте вот тут есть два способа первый способ перенести его сюда каким образом нужно вот здесь корпусе вырезать кусочек для того чтобы выгнуть его сюда один из способов или завести физически контакт прямо надеть с этого контакта сюда прямо провод проводом он тут соединяется средний вот сюда он узкий и поэтому для того чтобы подсоединить к клемме нужно такой не сюда сейчас секунду вот так мы расположены средний контакт вот вот этот вот этот он узкий и поэтому нужно будет подрезать его чтобы он был более узкий это мы можем сделать обыкновенными ножницами и так один из вариантов если мы вот так вот делаем он уже теперь будет заходить не сюда в контактную площадку а вот сюда просто в разрез но тогда нужно будет не вот сюда подсоединять провод сюда коричневый провод у меня подходит а прямо на контакт надевать или в таком случае этот контакт переставить сюда дальше я буду делать вторым вариантом этот контакт разрежу здесь немножко корпус и передвину его сюда что же получилось теперь когда я немножко подрезал как видите отогнул дальше этот контакт теперь он снова входит в эту фишку и он стандартно может поместиться немножко нужно постараться чтобы он туда вошел вот так вот и все теперь его можно стандартно поставить на место термостата 25 65 таким образом к 59 термостат более менее качественный можно поставить вместо фирменного danfoss но такого фирменного не смог найти а такой это стандартный там стоял с метром капиллярной трубки здесь метр тридцать куда девать лишнюю понятно небольшое колечко и она туда заходит специальный канал вот таким образом можно пойти для того чтобы поменять термостат с оригинального danfoss на не оригинальный но хорошего качества который можно всегда найти и который теперь подходит под эту фишку если вам понравилось ставьте лайки подписывайтесь на канал много ремонта разных бытовой техники всего доброго пользуйтесь это несложно ну что же какая ситуация я уже подключил сейчас уже работает компрессор работает лампочка осталось только собрать все нужно будет есть определенная трудность чтобы заложить эти лишние витки тут капиллярной трубки метр тридцать я только смог найти а не метр ну я так сложил чтобы он поместился здесь есть где заворачивать сюда завернул лишние витки и все оставлю на место ремонт произведен подписывайтесь на канал думаю что вам будет интересный и другой ремонт а также изготовление многих полезных вещей есть еще один нюанс замены на к 59 термостата 25t65 вот здесь расстояние меньше чем вот здесь и в таком случае вставляю и вот не попадает сюда в отверстие что мы можем сделать здесь на пластике есть такие выступы их нужно срезать ножом чтобы глубже заходило вот здесь на на этой фишке тоже есть выступы тоже их срезаем ножом полностью и тогда он глубже садится и тогда можно будет совместить так просто или выломываем плоскогубцами или срезаем строительным ножом что еще важно при сборке важно чтобы чтобы коробка хорошо села здесь есть канал для кабеля кабель должен туда попасть вот здесь вот и вот эти петли должны хорошо помещаться и не мешать вот этой планки чтобы она хорошо ходила ну и все собираем и радуемся